Итак, всем привет! В этом видео я хочу рассказать о том, что же я делала в январе. Во-первых, в январе у меня запланированы две рубрики. Это мужское и женское и волшебный пендель. Я подумала и решила их совместить, так как на данный момент съемки осталось чуть более половины месяца. Начнем с мужского и женского. В те месяцы, когда у меня будет эта рубрика, я буду случайным образом выбирать, что я буду вязать. Что-то женское или что-то мужское. Это может быть и детская вещь, и взрослая вещь, и аксессуар для мальчика, или для девочки, или для женщины, или мужчины, и так далее. Начнем с этого. Я на сегодня решила, что воспользуюсь онлайн игральным кубиком. И определюсь так. Если будет четное значение, то это будет женское изделие. Если это будет нечетное значение, то это будет что-то мужское или мальчуковое. Итак, нажимаю. Итак, два. Это четная цифра. Значит, я буду вязать что-то женское. Что именно, определюсь позже. Затем волшебный пентель. Это рубрика, в которой я собираюсь воплощать свои хотелки, мечталки. Вскрывать свои закрома узоров, мастер-классов, журналов и так далее. Я для себя выписала 7 основных пунктов, где у меня что-то подобное есть. Что я могу это почистить, отказаться от каких-то неактуальных уже для меня идей. Воплотить какие-то идеи, которые актуальны, интересны на данный момент. В общем, перебрать свои бумажные, электронные закрома для вязания. Итак, я для себя определила 7 пунктов. Это сохраненные в Инстаграм. Это доски в Пинтерест. Это ВКонтакте. Там есть и сохраненные фотографии. Там есть сообщения о самой себе. Есть в группах определенные закладки. Четвертый пункт – это Google Диск. Когда у меня не хватало мест на телефоне, я скидывала все туда, из компьютера. Некоторые мастер-классы скачаны, там находятся у меня. Поэтому можно и оттуда взять что-то тоже. Пятый пункт – это сам компьютер мой. В папках есть закладки в браузере, что-то интересное. В общем, там тоже буду брать идеи. Шестой пункт – это мой накопитель. Так скажем, большая флешка на терабайт, куда я тоже скидывала папки с файлами, с мастер-классами, с книгами, журналами. Тоже буду оттуда брать данные. И седьмой пункт – это живые журналы книги. Есть у меня свои. Передали мне, так скажем, по наследству некоторую стопочку журналов. Уже пора их полистать и воспользоваться тем, что есть, как говорится, все новое. Это хорошо забытое старое. Для того, чтобы определиться, какой пункт я возьму, я также решила воспользоваться игральными кубиками. Сейчас включу. Помним, что у нас пункт от 1 до 7. От 1 до 7. Так, уже хочется узнать, что... Быстрее. Так, сгенерировать. Это цифра 3. Пункт 3 – это ВКонтакте. Значит, буду искать идеи для вязания. Одновременно двух рубрик – это волшебный пендель и мужское-женское. Буду искать ВКонтакте в сохраненных фотографиях, в группах, в переписке с самой собой. Ну а уже, что у меня получилось, вы увидите далее. Пока-пока. Итак, сегодня в сохраненных фотографиях ВКонтакте у меня на странице мы поищем идеи, что можно связать в январе женского или для девочек крючком. Почему именно это? Подобное видео уже было, об этом я говорила. Так, как я распределила примерные рубрики для себя лично. Январь посвящен крючку. По рубрике «Мужское-женское» у меня выпало вязать что-то женское. И по рубрике «Волшебный пендель» у меня выпало поискать идеи ВКонтакте. Итак, начнем. Здесь у меня 1213 фотографий. Скажу честно, до этого где-то в ноябре я проводила большую чистку и удалила около 400. Какие-то ненужные картинки, какие-то идеи, которые точно я уже вязать не буду. Но периодически эти запасы пополняются. И давайте посмотрим, что же можно провязать крючком для девочки. Естественно, вяжем просто так. Нужно выбрать такое, что все в пользу. А может быть, нет. Может быть, это будет просто эстетически красиво. Так, я сразу буду прокручивать то, что связано с вязанием. Кроме лоя картинка. Я даже не помню, что я ее сохранила. Так, а это фотографии моих носочков. Я их вязала. Классические носочки. Давно это было. Так. Может быть, для девочки панно. Кстати, очень миленько. Так, вот есть женский джемпер. Но он не крючком. Можно, конечно, сделать его крючком. Так. Вот тут что-то интересненькое. Платье. И оно, кстати, по-моему, крючком. Сейчас я его... Да. Ой, какой красивый. Я прям захотела. Посветать. Котель. Вы. Для этого. Так, пока оставим в закладках. Так, панно, в принципе, для девочки тоже можно. Сумку. Тоже можно. Сумку. Так. Кардиганчик. Он тоже крючком. Пардиганчик не хочу вязать. Так. Что еще здесь? Вот такое пончо. Точком. Мы всегда сохраняем вот такие узоры. Даже если они связаны с вязанием. А, допустим, это вышивки. Не схемы для вышивки. Так как это можно использовать в жакарде. В узорах. Так. Такая подушка цветочками. Такие цветочки я вязала. Теперь для девочки. Спотечно. Копор. Интересно. Сарапанчик. За кромах у меня лежит. Это что-то, мишки. А, это варежки оленята. Да, хорошая идея. Жакетик. А, здесь, наверное, я сохранила схему рукава. Пусть будет. Так. Это, кстати, крючком тоже модель. Такая подушечка. Так, у меня есть идея связать нечто подобное. Либо наоборот. Лепушечку из ткани, а лепочку вязаную. Пока лежит. За кромах. Может быть, какие-нибудь женские носки связать. Надо спицы. Мне нужна модель-крючком. Кардиган. Чемпер-крючком. Простая модель. Тут главное. Аккуратность и правильное сочетание цветов. Полуменые морочки. Мики и мини-маусы. Можно, кстати, было бы что-то связать в виде пинеток. Чемпер-крючком для напитча. И для вдохновения. Очень милая платьица. Девочки. Какие-то фотографии, конечно же, сохраняются для того, чтобы связать. Какие-то фотографии для того, чтобы на них смотреть и вязать вообще что-то другое. Городнячок. Так. Вот какие-то запатюльки-носочки. Бандышами. Ну, как идея. Можно связать женские носочки. Ну, пока не хочется. Так. Шапочка. Кручком. Бутледик. Кручком. Девочка, возможно, было бы пледик. У меня в последнее время тянется взять пледик. Кардиганчик женский, в принципе, достаточно быстро вяжется вот это все. Долго собирается, но даже для того, чтобы начать это в арене плотно. Кардиганчик. Вот здесь интересная идея застежки. Однажды я вязала. Потому что кардиган предлагала заказчице именно косу с края, но там не было застежки, не было пыриц. Просто такой край предлагала сделать. Мне лично нравится. Вот у меня в запасах это лежит. Вот платьишко с котятками. Кручком. Шикарно, но пока нет. Детские рюкзачки. Сумочка больше меня привлекает. Чем-то рюкзачок пока что. Но, в принципе, можно было бы. Кручком. Вот Микки. Мауса. Смотрите, что возможно. Кардиганчик с кружевом. Мне тут интересно, 7 июля 2018 год. Это дата, когда я эту фотографию добавила. Второй. Уже 4 года мы им хотели, но пора их исполнять. Отличные вот узорчики. Сохраняю, чтобы делать шакарды на детских ловточках. Так, пинетки с цветочками. Можно взять. Очень красивые модели. Может быть, какая-то точка. Кстати, вот эта сейчас популярна. Кручка холодная. Кручки. И пинетки я уже вязала. Поэтому, думаю, можно их удалить. Из этих отделочек. Тоже, кстати, простой узор. Пока не смаживаем. Да. Тут просто божественная красота вязки. Мне кажется, что это все-таки машинная вязка. Ну, в принципе, как идея. Топы. Теперь я. Платье. Пуляр. Интересная рукава. Котятки. Узоры. Чакочку. Интересно. Чики. Чики. После того, как я выложу это видео, и вы наконец-то узнаете, что же я выбрала вязать, вы можете в комментариях написать, что бы вы выбрали для себя из этих фотографий сохранен. Что-то привлекло, может быть, ваше внимание. А может, что-то из этого вы уже вязали. А может, это ваша работа. И я запрогрела ее и хочу связать. В общем, поделитесь, как вам откликается такое видео. Нужно ли говорить больше о каждой фотографии? Они, конечно, очень старые. И не все вызывают какие-то такие свежие эмоции. Я думаю, если бы это были какие-то книги или журналы, которые я вылистала в поиске модели для создания, там, наверное, больше было бы воспоминаний каких-то. Но здесь в 2018 году я это сохранила. Мне очень понравилось и привлекло внимание. Сейчас выберем что-то интересненькое. Ну, если мне нравится выбирать, так скажем, лучшее из лучшего, это то, что вызвало какие-то эмоции. И теперь из этого того, что мне как-то понравилось, можно выбрать еще максимально вызывающий интерес. То есть это как раз сужает котелки и приближает к выполнению. Так, ну, женского девочкова вижу. Вот это очень нравится. Пока такое не хочется писать. Так, здесь пошла книга с поделками. Сохранила ее, чтобы делать поделки с сыном. Пока из нее мы сделали только одну поделку, я удалила сразу открытинку. Как будем делать, я сразу буду отсюда удалять. Большая книга развивающих занятий для детей. Куртина Рос, Берри Эстаделла. Такая у меня есть. Ой, вот этим узором я взяла кварчик. Можно его повторить очень. Классный узор, достаточно рельефный. И плюс я обвязывала сюда усины вот в каждую лепесточку, скажем. Такие птички есть у меня в отделках, в переделках. Птенки в свое время я их повязала. Пока я не хочу, но это вот это привлекает. Так, этим мотивом я вязала жилет. Очень красиво смотрится. Так, топы. Бутырки крючком. Где вы? Жаска, девочка. Малышки шапочки. И все шапочки пока покупные. Для себя дайте. Здесь мне понравилось. Вот это тоже, кстати, крючком модель. Единственное, что тут вообще все прозрачно. Тканью закрывать. Это либо взять, взять, взять. Платье, наверное, тоже слишком. Вот. Да, вот такой вот. Вот, да, вот такой вот. Бутырки хотела бы связать. Ну, пищу мальчиковую модель. Мне кажется, что это больше для девочки. Так, спицами. Ну, и все. Получается, что я остановилась. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Давайте сейчас их вместе посмотрим. И остановимся на какой-то одной. Ну, и вторую запасную. На всякий случай. Если я либо очень быстро все свяжу, либо передумаю, если хочу делать что-то другое. Так, платье, крючко. Очень классное. Я бы такое связала, но мне нужна модель. В принципе, у меня есть хлопок. Ну, такого нежного роза. Нет, оно можно приобрести. Так. Панно, крючко. В стиле для комнаты девочек. Хочется. Хочется. Какой-то будет интересный опыт. Сумка. Думаю, здесь будет важнее. Хотя вот идея такая эпатичная. Так, цветочки. Наверное, все же нет. Потому что такой пушистенькой пряжи у меня практически нет. Это значит, что мне нужно за это время еще купить пряжу, еще связать изделие. Потом подушка нет. Так, мини-микки-маус. Допустим, предметки в этом стиле. Сумочка, как вот была. Вот последний. Наверное, все же нет. Плед. Да, очень хочу плед. Пока подумаю. Это все-таки большое изделие для половины и паря. Успею его связать, потом откажусь. Пинеточки с цветочком. Ну, вот можно допустим пинеточки взять, как второй модель. Так, у нас осталось пять моделей. Платье, панно, сумка, плед и пинеточки. Что выбрать, не знаю. Давайте сейчас подумаем. А напишите в комментариях, что я выбрала. А я обрежу последнюю часть видео и добавлю ее в следующее видео. А потом узнаете позже.